Мира и добра вам, мои дорогие! Я очень рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Оксана. И сегодня я вместе с вами хочу выполнить посадку в закрытую систему вот этой орхидеечки. Это бургунди. Я обязательно вам оставлю обзор на эту орхидеечку в ее полном цветении. А также оставлю видео, в котором я эту орхидеечку доставала из посадки от садовника. У нее начались проблемы с корнями. И поэтому я решила ее все-таки пересадить из этого горшочка, зачистить корневую систему, пролечить ее. Обрабатывала я ее магникуром. И сегодня хочу вам показать результаты. Прошло уже три недели с этого момента. Все это время орхидеечка у меня находилась в открытой системе. Неплохо себя чувствуют корни. Я в эту посадку оставляла вот такой вот фитилечек небольшой, чтобы те корни, которые не дотягивались до воды. Вот здесь буквально сантиметры водички. В этом горшочке очень много воздушных корней, чтобы они тоже потихонечку адаптировались и усваивали эту влагу. Я уже сделала две обработки магникуром. Сейчас достану эту орхидеечку и покажу. У орхидеи отличный тургор, но он в принципе и в посадке был хорошим. Проблема с корнями не распространилась на листья, на ствол. Единственное, что я вижу, вот этот корешочек не очень здоровый. В какой-то своей части, при этом вся нижняя часть нормальная, я думаю, что я могу просто снять веламен и попробовать еще этот корешок использовать для посадки. Если вдруг, конечно, он погибнет, что очень-очень вероятно, тогда может быть сразу отрезать или пусть будет. Ну, наверное, оставлю. Только вот зачищу веламен. Вот так выглядит этот корешок на данный момент. А здесь у меня, вот я смотрю, еще кое-что подрезать можно. Я, конечно же, это сделаю. Ну, а так в целом, видите, корешочек подсох и дальше процесс усыхания остановился. Поэтому я все вот эти вот корешочки, я их обязательно буду использовать в посадке. Все-таки орхидейке так будет намного легче. Ну и, в принципе, само время весна подсказывает нам, что посадку можно делать. Это абсолютно безопасно. Вот у орхидеи есть корешки в активном росте. Вот, и пока не жарко, пусть они адаптируются. Все-таки это произойдет легче. Я для этой орхидеички выбрала вот такой литровый горшочек. Единственное, что я вместо керамзита сделаю дренажный слой из кокосового волокна. Размещаю орхидеичку и сейчас вам буду показывать, что и как я буду делать, какую кору буду использовать. По логике вещей, наверное, я должна была бы снять вот эти два нижних листа, чтобы опустить корни в субстрат, в кору. Но так как корни и так уже, в принципе, смотрят в кору и листочки в хорошем состоянии, с хорошим тургером, я не рискну их срезать. Вы, конечно, можете поступать, как вы считаете нужным. Я думаю, что орхидейка, когда их доест, я потом их уберу, когда они пожелтеют. Что важно еще понимать, когда орхидея съедает старые листья, они начинают усыхать от кончиков, от края. И при этом этот процесс может быть достаточно длительным, от нескольких месяцев, даже до нескольких лет. Поэтому, если в какой-то момент вы видите, что у орхидеи становятся листья более тонкие, такие как просушенные, и на них чувствуются прям все сосуды и капилляры, то, вероятнее всего, вашей орхидее не хватает питания, не хватает полезных веществ. Но в данном случае листики еще такие полнотелые, плотненькие, поэтому я их срезать не буду. Для посадки я буду использовать вот такую кору. Она крупная, средне-крупная. Также у меня здесь есть уголь. Но, так как это небольшой объем, а я практически всю кору заготовила именно в таком размере, и она великовата, конечно, для литровых объемов, но для того, чтобы уже не заморачиваться и не делать несколько фракций, я просто в этот горшочек добавлю в средний слой, ближе к верху, чуть-чуть кокосовых чипсов. И таким образом я скомпенсирую влажность в этом горшочке. На самом деле все материалы, с которыми мы работаем с орхидеями, они взаимозаменяемые. Их можно комбинировать как угодно. Кстати, в эту посадку я еще хочу помимо, так как кора крупная, помимо кокосовых чипсов в нижние слои еще добавить немножко крупного серамиса. И таким образом крупная кора абсолютно будет компенсирована вот этими влагоемкими добавками. Но если бы это был объем на 2 литра и более, то я бы использовала исключительно только крупную кору. У меня есть такие обзоры на орхидеи, которые растут в больших объемах. Я тоже вам ссылочку оставлю. Там, где я не добавляю больше в посадку ничего. Из-за большого объема сохнет горшок дольше, и поэтому аэрация должна быть максимальной. В таких горшках больших перевлажнить орхидеи очень легко. А вот в маленьких горшках с крупной корой орхидеи очень легко пересушить. Именно поэтому я компенсирую крупную кору какими-то добавочками. Ну а теперь я думаю, что можно сажать самое время. Так вам будет виднее. Крупные кусочки коры я укладываю на самое дно. Но орхидеичку уже не достаю, так как у меня подушечка для ее корней уже есть. Обязательно в центральную часть горшочка, в прикорневую часть нужно положить уголь древесный. Он будет, помимо того, что регулировать влажность в этой прикорневой части, также уголь это хороший антисептик. Поэтому именно в центральную часть под основание орхидеички нужно уложить несколько кусочков. Так, вот то, что получилось у меня на данном этапе. Можно немножечко проложить серамисом. Самое время добавить кокосовое волокно. Я его укладываю слоем ближе к верхней части. Так как верхняя часть в закрытой системе, да, наверное, и в любой системе просыхает быстрее. Поэтому кокосовое волокно будет удерживать влагу, чуть больше влаги именно в этих верхних слоях. Укладываю подальше от ствола, потому что, опять же, это лишняя влага. Концентрация влаги у ствола может причинить дискомфорт орхидеи, и от этого может начаться гниение именно от ствола. Ну и теперь самое время добавить в эту посадку еще верхний слой коры. И, наверное, можно еще слой серамиса сделать. Продолжение следует... Вот такая у меня получилась посадка. Очень воздушная, легкая. Корешули по стенке горшка видны. А что касательно ухода. Я в ближайший день-два поливать эту орхидеичку не буду. Так как в этой посадке влажные кокосовые чипсы, поэтому необходимости большой в сегодняшнем поливе нет. Но в ближайшее время обязательно это нужно будет сделать. Через 2-3 дня, когда влажность в горшке стабилизируется, распределится, тогда, конечно же, орхидеи нужно будет глоток водички. Более того, я в ближайшие 2-3 недели поливать ее буду исключительно только водой. Потому что мне нужно посмотреть, насколько орхидея адаптировалась к новой посадке, насколько она ее приняла. И потом я буду ей, вероятнее всего, давать комплексные удобрения, в которых будет и азот, и фосфор, калий в равных долях. Потому что ей нужны будут, конечно же, силы для того, чтобы и строительный материал, для того, чтобы нарастить корневую систему. И так как она еще вот здесь пытается продлить это уже в открытой системе, она пробудила, после того, когда я ее достала из горшочка, она пробудила вот свой цветонос. И мы вместе с вами делали обрезку ее второго цветоноса, который уже так более интенсивно она сушила цветочки. Вот у нее тоже пробудилась почка. Поэтому, если орхидея захочет еще процвести, мне только нужно будет для нее создать благоприятные условия. И через вот несколько недель, 2-3 недели точно я ей дам. И никаких стимуляторов и удобрений давать не буду. Ну, а потом все будет так, как я вам уже сказала. Освещение яркое, но не прямые солнечные лучи. И вообще без солнечных лучей. Потому что, опять же, нагреваться будет лист. Терять орхидея будет влаги много. А адаптация у нее еще не прошла. И поэтому, чтобы вот этот шикарный красивенный тургор она не потеряла, она у меня будет стоять под подсветками не менее 12 часов. Сегодня я вместе с вами выполнила очень важную для меня работу. Теперь я за эту орхидеичку спокойно. Она у меня уже будет расти в этой посадке. Я надеюсь, она ее примет. И я вам через несколько недель обязательно ее еще покажу. Ну, а на сегодня все. Огромное вам спасибо, что досмотрели до конца. Что вы есть в моей жизни. За все ваши комментарии, за подписки. Для меня это все бесценно. И я вас за это безгранично благодарю. Берегите себя. Всего вам самого-самого доброго. До встречи в следующих видео. А на сегодня до свидания.